Тут очень близкие понятия, потому что то, что мы называем кармой, это как бы тот перечень определенных негативных событий, которые возникают в связи с какими-то предыдущими действиями. Это как некий план уже того, что потом судьба, по сути дела, реализует в этой жизни. Поэтому можно даже сказать так, что судьба – это как бы воплощенная карма. Но если вы настраиваете себя на божественные знания, это самая надежная защита от всего этого. Но есть еще технологический момент – можно помещать себя в сферу Святого Духа при общении с ними, и тогда они уже вам точно ничего не сделают. Мы тоже так делали, когда у нас живут периоды, к нам они ходили табунами, и колдуны, и маги. Как только услышали, что регенерация органов у нас пошла, они же тут же соображают все, что просто так это не может возникнуть у простых людей. И такими колоннами пошли, они тут садились рядами целыми в залах сидели. Ну, самая простая защита – сфера Святого Духа. А когда начинаешь наполнять зал светом, так они так бежали из зала, что даже спотыкались, падали, и причем табуном всем своим оттуда убирали. Это было, вот в Нижнем Новгороде у нас такое событие было. Они заняли первый ряд, а потом как с него сорвались, потому что энергии пошли такие, которые они не выдерживают, и они вот таким позорным образом убегали из-за вас, там все хохотали, потому что это надо было видеть, как этот табун мчится, как падают, по другу, так сказать, ползут, лезут и убегают. Их на человеческом плане привлекает прежде всего будущее Земли, потому что мы же говорим о перестройке, оно сейчас меняется. Меняется в том плане, что человек выходит на свой новый иерархический путь, даже не путь, а уровень наследника Бога, Бога-человека. То есть вот даже библейские сказания, помните, когда младший сын ушел там куда-то в дальнюю страну, ну, из рая ушел там, но когда опомнился и пошел назад к отцу, отец сам выбежал ему навстречу, обнял, поцеловал, перстень власти дал. Вот именно это сейчас с нами и происходит. Ушли мы в дальнюю страну, но все-таки доразвились до того, что стали соответствовать вот этому новому своему статусу Бога-человека. И отец это утвердил, уже утвердил. Вот почему очереди выстраиваются, в том числе из рая, сюда, на землю, потому что здесь можно опрести Бога-человеческий статус. Причем это касается не только Земли. За нами вслед выстраиваются те зодиакальные созвездия, которые играли очень большую роль в развитии Земли, там и Орион, и Сириус, и Плеяда, и другие планеты, которые вслед за нами, как вот вагончики за паровозиком, рванутся вот в новое пространство своей реализации. Дело в том, что у человека есть возможность все преобразовывать самому. Если он этого не делает, они просто влияют и влияют. А если он делает, то это изменяется. То есть он может все то, что в общем-то составило его как бы судьбоносные события жизни, он может их корректировать, преобразовывать и через управление выстраивать в себе совершенно другую жизнь и другую судьбу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова